В Архангельской области собираются переиздать книгу памяти. В ней будут содержаться данные о жителях региона, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. С момента выхода в свет прошлой книги прошло уже два десятка лет. В чем отличие нового издания от старого, разбирался Максим Апарин. Каждый год российские поисковики и работники архивов находят все новые и новые данные о погибших на фронтах Великой Отечественной. На местах боев за летние месяцы волонтеры обнаруживают около тысячи останков бойцов. У каждого своя судьба, ее необходимо увековечить. В книге памяти собраны биографические данные о тех солдатах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. У нас книга памяти была, первое издание ее было выпущено в 1994 году, прошло уже 20 лет. Сейчас планируется переиздание книги памяти, второе издание, куда будут внесены изменения. Первый том посвящен погибшим жителям Архангельска, не потому что столица региона, а города в алфавитном порядке. Небольшие статьи, стихи и архивные фотографии. 113 тысяч человек в 13 томах. Имя, должность, год рождения, военная часть, место и время гибели. За сухими строчками книги трагедии миллионов людей. И вспомнить необходимо каждого. 113 тысяч, это считается погибшими и пропавшими без вести с Архангельской области. Только в одном городе Архангельске, по книге памяти, у нас получается 23 тысячи. Только в городе Архангельске погибших, да, тех, кто уходил с военкоматов, города Архангельска. Представляете, какая цифра. Но это опять же, мы не можем говорить, что это цифра точная. Архивы Министерства обороны этого времени – вещь неточная. Есть данные только о тех, кто ушел из Архангельского военкомата, о погибших в море и от ран в госпиталях. Каждый год родственники и ветераны обращаются к авторам с просьбой исправить те или иные данные. Первая книга памяти вышла к 50-летию Победы и получилась немного недоработанной. Там очень много неточностей, очень много материалов недостает. Сначала сделать в интернет в виде записи, с тем, чтобы можно было каждому родственнику, скажем, или самому ветерану заглянуть в эту книгу памяти, внести в нее коррективы, дополнения, изменения, фотографии, если можно, а потом уже переиздать ее к какому-то красивому юбилею. Красивой датой станет следующий год, 70-летие Победы. Прошлый тираж был небольшим, тысяча экземпляров, каждого из 13 томов. Формат и количество книг нового памятного издания пока в секрете. Работа идет полным ходом, никто не забыт. Максим Апарин, Антон Воробьев, Александр Кузнецов. Новости 24, Архангельск.